Это всегда что-то еще. Деньги – это энергия обмена. А вот что эту энергию обмена и вообще в целом обмена может блокировать? Может быть, тысяча и один припинчин. За счет этого с деньгами очень интересно работать, потому что те, кто работают с деньгами в теме психологии денег, уже знают, что мы заходим в тему денег, а работаем со всем, что там дальше проявится. Да, поэтому в целом я оставляю за собой нишу психологии бизнеса и денег, даже если периодически работаю с травмой. Хорошо, работаю. Да, но. А если после замужества стало заработков у меня меньше, можно с этим разобраться? Если вопрос, можно ли в целом – можно. А сейчас как основная тема сегодня – это значит, что я предполагаю, что те, кто будут сейчас оставлять заявку на расстановку, у вас есть финансовая цель, и вы, возможно, встречаетесь с какими-то препятствиями к реализации этой цели. То есть в целом, да, в целом это решено. Вопрос с большой вероятностью может оказаться решаемым. Сказать сходу, что там может быть следствием, вернее, вследствие чего после замужества стало заработков меньше, сходу я не решусь, потому что там могут быть занятные разные истории. Я точно не листну вслепую навешивать ярлыки. Но в целом, да, с этим разбираемся. Так, хорошо, я не буду сегодня делать… Да, я понимаю, что мы уже выросли, у вас, наоборот, вы сообщающиеся сосуды, но наугад сейчас разбирать я не стану. Если сейчас пойдет ваша расстановка, то там будем работать с вами, если их заходить, да, то там будем работать с вами плотнее. Так, где и как оставлять заявку? Только что рассказывала, сейчас повторю. Добрый вечер, мир и люди, живущие в нем. Смотрите, те, кто… Еще раз, задача, задача, наша тема сегодня – это блоки к финансовым, да, блок достижения финансовой цели. То есть когда у вас есть финансовая цель, не просто у меня упали зарпи, да, а я тебе ставлю, у меня есть цель к концу года выйти к такому-то доходу. Да, у меня есть либо там какая-то цель, какие-то доходы, к которым я долго-долго иду и все время почему-то не прихожу, либо еще что-то. Не знаю, у каждого это звучит по-своему. Я бы поработала сегодня, ну, так поигралась бы. Не знаю, второй раз пробую делать расстановку на тему. В прошлый раз это не очень получилось, но, судя по тому, что проявлялось, да, то, в общем, это было почему-то очень важно. А те, кто хочет расстановку, для тех, кто в первый раз, еще раз повторюсь, расстановка, бесплатная расстановка открытая. Что значит бесплатно? Вы ее, ну, вы не оплачиваете. Что значит открыто? Ее видно, ее видят, да, это аквариум. Что-то внутри происходит между нами в процессе работы, остальные на это смотрят, могут видеть, это будет в записи. Это так, чтобы вы понимали. Те, кто хочет пойти в такую работу, вы сейчас здесь в чате конференции пишите «хочу». Все. Вот так оставляется заявка. Я жду какое-то время, пока бегут заявки. Потом мы все это дело с вами вместе, все заявки посчитаем. У каждой заявки будет порядковый номер. И потом генератор случайных чисел определит номер. Вот так вот. И мы пойдем работать. И мы пойдем работать. Сейчас я попрошу, чтобы мне принесли чего-нибудь. Сегодня у нас среда, да? Ну да, если я в аквариуме, то сегодня среда. То сегодня среда. Я, кажется, про какое-то сообщение. Как-то так. Хочу, хочу, хочу. Ну, это одна заявка, да. Хочу работать, хочу расстановку. Ого, ого, ого. Моя тема. Так. Ну что, погнали считать? Наталья, ну, заявка считается только одна, да? У вас тут просто дважды включено, это не считается. Я не очень знаю, для чего вы это сделали, но это такой себе странный тут. Заявка считается одна. Можно, конечно, 10 написать. Ну, то есть 10, еще через 5, еще через 5. Это просто усложнит. Усложнит мне счет, не более. Я впечатлена. Ну что, погнали. Вы же видите чат, да? Покиваете, что вы чат видите? Да, вы видите, что летит. То есть я про то, чтобы вы считали. Ну, это не значит, что мы сейчас хором будем считать. Не про это. Ну, просто чтобы вы отслеживали. Если я вдруг где-то ошибусь, то чтобы вы меня поправили. И если, ага, тут прям, так, ну вот, в общем, начиная с Галкиной, да? Тут был просто ответ «Захочу» и вот начиная с Галкиной. Ну, или, собственно, ладно, давайте начиная с Галкиной. Так, Галкина, раз. Алена, два. Вера, три. Сергей и Виктория. Ну, кто-то один сидит под этим. Четыре. Наталья, финанс. Вот это странный интерес. Знаете, я бы на это обратила внимание. Я бы на это обратила внимание. Я не буду сейчас интерпретировать, что у вас наверняка какая-то своя интерпретация. То есть вы здесь написали, потом еще раз написали, потом еще раз написали. Возможно, вам показалось, что, ну, может быть, не посчитают. Или из серии, что там, типа, чем больше напишу, тем больше будет шансов. Какая-то интересная динамика. Я бы даже чуть-чуть на это посмотрела, но так не работает. Так, Сергей были и Виктория были четыре. Значит, Наталья, финанс, пять. Остальные не считаются. Надея, шесть. Ольга, семь. Евгения, восемь. Наталья, девять. Заремира, 10. Исакина, 11. Ирина, 12. Датьяна, 13. Юзер, 14. Юзер, хочу, 14. Любава, 15. Оля, 16. Светлана, 17. Иоанн. Анжела, 18. Да? Айфона, она, 19. Юлия, 20. Кристина, 21. Инна, 22. Светлана, 23. Оксана, 24. Ира, 25. Нина, 26. Ирина, 27. Заря, 28. Ирина, 29. Людмила, 30. Людмила, 30. Соколова, 31. Квасюк, 32. Анна, 33. Наталья уже была. Наталья Лещинская, 34. Янина, 35. Это уже было. Наталья, 36. Это уже тоже было. Оксана, 37. Татьяна, 38. Это уже было. 39. Маргарита, 40. Боже, как вы мне усложнили работу. Вика, 41. Алла Грин, 42. Татьяна, 43. Ирина, 44. Капец. Вальдемар, 45. Оля, 46. Наталья Ави, 47. Вика, 48. Ирина, 49. Значит, на будущее. Будете усложнять мне настолько работу, вычеркну вообще со списка. Ну, это как-то занятно. Ну, то есть, странная динамика. Я бы на это посмотрела. За этим точно что-то стоит, но я первый раз с таким сталкивалась, Наталья. Я не знаю, как вы это себе объясняете, но как-то же вы это себе объясняете такое странное. Первый раз так, чтобы один человек, типа, широкий посев где-нибудь да выберут. Это примерно такая логика была, да, верная? Я пытаюсь понять. Ну, то есть, я не буду сильно заморачиваться, чтобы понять. Сбойная автоматика. Может быть, плохо работающий бот? Я не знаю. Ну, вы видели, сколько заявок? Ладно. Так, сколько я говорила? Ну, напомните мне. 47 у нас было, да? 49. 49. Я надеюсь, спасибо. Вот для этого мне важно, чтобы вы считались со мной. Так, генератор случайных чисел. Я включаю видеоэкрана, чтобы вы все видели, чтобы все по-честному. От 1 до 49. Татьяна, прости, будет. Фанфары будут все еще голосом. Это просто есть одна из участниц, которая прислала. Я все время забываю про фанфары. Она мне уже в личку фанфары прислала. Ну, то есть, тадададам, тадам, вы все поняли. 46. Кто у нас 46? Отзовись. Включите микрофон тот-то 46. Ну, можно, конечно, начать считать с конца. Из серии... Из серии... Так, кто у нас был тут? Наталья Соловьева. Это, значит, 49. Ирина 48. 47. Ирина, получается, Стельмак. 46 номер, да? А что 46 номер не отмечает? Нет, прям вообще занятно. Топ, 46 номер. Капец. Всем спасибо, я свободна. Это я выеживаюсь. Это я просто выеживаюсь. Давайте еще раз. У нас 49. Просто 49 надо начать с 46. Да? Давайте попробуем. 49-й был, соответственно, последний, да, Ирина... Нет. Я есть, но я не поняла, наверное, какой у меня. Но по моим подсчетам... Нет, вы, по-моему... Вы, по-моему, 49-й. Ирина, вы знаете, я с вами запуталась. Пальчиком нажимать бегущий чат? Нет, я даю... Я объясняла. Видимо, вы не слышали, когда я объясняла, как происходит... Потому что я дважды сегодня рассказывала для тех, кто первый раз. Как? Нет, уже бесполезно. Мне в личное писать я хочу уже бесполезно. Да, я вроде 49-й. Хорошо. Делаем тогда следующий момент. Я делаю еще один финт ушами. Ну, потому что если человек поставил заявку и не следит за своей заявкой, и она выигрывает, и человек не откликается, ну, я не буду докоряпкиваться и высчитывать о том, что, ой, а вот тут... А я вас уже тут полчаса зову. Не, ребят, ну, не канает. Горбич злобная тетка сегодня, похоже. Я, пожалуйста, кто-то написал Володеймера, но я наскільки памятаю, у меня 45-й номер был. Можливо, я помиляюсь. Можливо, у меня 46-й. Мне сдается такое, что я... Мы просто робим дубль два. Тоже такого еще никогда не было. Вот уже дважды у нас есть, чего никакого никогда не было. Делаем дубль два и расходимся. Это я гоню. Это под конец дня. Сороковой. Сороковой номер знает, что он сороковой? Марго, ты, что ли? Да? Знаю. Ну, вот так. В общем, что я вам хочу сказать прекрасное? Будьте внимательны к своим номерам, пожалуйста. Сороковой. Ну, вот так вот. Рассказывай. Что ли, что ли, что ли, как тема у нас, как тема у нас, Яша, это от волнения. Как тема называется? Хочу, а что дают? А, да, 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 да. Нет, финансовый, финансовый точно. Преграды, так? В внешних расстановках с большой вероятностью финансовые, да. Да. Про преграды. Ну, вот я как бы... Как бы, я вот когда-то поставила себе циферку, и какой-то раз я как будто бы к ней сильно-сильно приблизилась, но тогда у меня, кажется, из поп и пар даже шел, вот я так думаю, пока я пыталась все это успеть наверстать. И что-то со мной такое случилось в тот момент, что я сказала себе, видимо, там где-то, может, оно мне не надо. И так тихонечко села. И теперь у меня две части. Одна, которая говорит, нет, надо, нет, надо, иди, нет, надо, делай чего-нибудь. А другой, из того, что делается, достаточно, достаточно, она говорит, другая часть. И вот как бы на шортике сыну достаточно, там ресторанчик достаточно, а там какие-то большие там покупки, квартира, что-то, это вот нет. А хочу посмотреть, может, где-то сидит вот эта штука, закапсулировалась, и если на нее посмотреть и ее увидеть, может быть, она согласится пойти и пойти дальше к нужной цифре. Так, ты хочешь посмотреть? Да. На нее. Или нужную цифру? Нет. Допустим, есть пульс. Ты услышала? Подожди. Ты услышала, что ты только что сказала? Что я сказала? Я тебя спрашиваю. Ты услышишь просто? Я тебе говорю, так ты хочешь посмотреть? Ты говоришь, да. Я говорю, или нужную цифру? Ты говоришь, нет. А, ну, значит, не нужна. Значит, цифра, она такая. Значит, мне просто хочется посмотреть, что ж там сидит за бабайка такая, которая меня немножко придерживает. Я даже как бы ее уже люблю, мне кажется, она меня оберегает. Да. Может быть так, а хочешь ты что? Ты хочешь познакомиться с бабайкой? Что будет хорошим результатом работы? Результатом работы будет мое желание вот и ринуться в работу. Еще раз. В результате работы будет твое что? Я просто не услышала. Мне нужен какой-то, значит, ресурс такой, меня поддерживающий, чтобы я могла замахнуться на что-то большее. Да. Тебе нужен ресурс, чтобы ты могла замахнуться на что-то большее. Угу. То есть хочешь ты замахнуться на что-то большее? Да. Одна часть меня, она так и хочет, она периодически, но там неровная часть, там 30 и 70. Вот это 30 периодически вылазит, и что вот все у тебя для этого есть, ну давай-ка, давай-ка. А 70 вот так хорошо уже сидят и говорят, ну достаточно вот нам. А вот это на что-то большее, это что? И нужно ли? Я не знаю, я слышу, что 70 процентов, ну занят, да, 70 процентов говорят, все и так зашелись. А то какие-то 30 в запрос лезут. Да. Ну, всегда же хочется что-то другой уровень, другой уровень отдыха, другой уровень, там, не знаю, мебели, что-то себя чем-то вот, скажем так, побаловать, повдохновлять. Ну, вот как-то, ну, побаловать. Это я открою прежу. Я просто с прошлой сессии, у меня перед аквариумом была консультация, я там все закрывала. Поэтому сейчас нужно за мной. Я что-то такое слышу, но до конца могу еще быть что. Слово вдохновение, Света, слово вдохновение, оно как-то вот вставляет, да, как будто бы, да, как будто бы, вот, может, да, может, вдохновение нет. Смотри, я с тобой буду, с тобой могу советоваться. Да, ты коллега, ты знаешь техники, через которые мы работаем, я с тобой могу просто советоваться. Вот когда ты говоришь, кстати, сейчас, одну минуточку. Для тех, кто меня не знает и не учился никогда у меня в ДРНК, в обморок падать можно, но не надо. А для тех, кто у меня учился в ДРНК, и которым я, либо учится, и которым я всегда говорю, что самое правильное состояние расстановщика называется «я нифига не знаю». И говорю обычно, смотрите за телом, да, или если, когда я работаю, смотрите за телом, и как я двигаюсь, ну, либо как мы кружим через поле. Да я прямо сейчас нахожусь в состоянии, я нифига не знаю. Вот я смотрю на клиента, и абсолютно честно, нифига не знаю. Абсолютно честно нифига не понимаю, да, и поэтому буду вот там кружиться вокруг клиента и разговариваться. Ну, мне повезло в этом случае, потому что вот или не повезло, потому что или не повезло, потому что клиент знает техники, да, клиент-выпускник. И в общем, и в общем основу знает, и не только. Смотри, вот когда ты говоришь «вдохновение лепится», да, тогда я прям слышу «я хочу». Вот я тогда слышу схему «я хочу вдохновения». Можно идти через это. Если ты, да, вот можно, и тогда ты знаешь, что в этом вдохновении есть двигаться дальше. Ну, то есть вдохновение на реализацию, да, можем, лягдир, можем задать контекст этому вдохновению. Когда ты говоришь о том, что вот есть одна часть тебя, а другая часть, да, вот это вот разделение, то можно пойти по такой вольной схеме, но мне все равно тогда хотелось больше понимать, что ты хочешь. Потому что можно поставить эти две части, да, но тогда мне важно, если мы поставим эти две части, тогда мне важно понимать, что ты хочешь в результате этого знакомства. Куда-то, к чему бы ты хотела эту работу с этими частями все равно, к чему бы ты хотела привести? Вот тебе что больше откликается? Уже какая очаровательная... Мне вдохновение откликается, хочу вдохновение. Это хорошая, интересная история, да, я почему-то про это не думала. Она не прям смешит, она прям более, ну, прям... Пульсирует? Пульсирует, да. Ну, то есть она сказала вдохновение, вот она у нее прям, я хочу вдохновение. Может оказаться, я не знаю, может оказаться так, что мы поставим вот эту вот схему, а там, среди них, эти две части, либо какая-то из них, расскажется, даже с большой вероятностью. Но я не могу тебе это гарантировать. Ну, да. Может пойти через крест. В целом тоже. Ну, хотя крест мне меньше всего отзывается, меньше на самом деле отзывается. Либо открытая, мягкая, либо... Либо... Что скажешь? На выбор ведущего. Ну, давай посмотрим. Мне прям вот все-таки... Мы можем заморочиться, но мне почему-то прям вот живой слышится вдохновение. Мне кажется, они там и выйдут, потому что... Да, с большой вероятностью. Могу, что все равно. С большой вероятностью, да, поэтому я как-то вот останавливаюсь на ней. По максимуму, может быть, мы чего-нибудь там еще усложним и поиграем, если захочется. Ну, в смысле, как пойдет. Окей. Дай мне, пожалуйста, номер карты от 1 до 74. Карта Я. 68. 68. Это карта Я. Смотри. Когда мы будем говорить про... Нет, давай карту Хочу. Вот это Я. Есть еще карта, которая будет называться Хочу. Хочу 24. Хочу 24. Хочу 24. Я хочу. А теперь, пожалуйста, когда мы говорим про карту, которая будет называться Вдохновение, внутри себя попробуй это вдохновение обозначить, да, потому что вдохновение может быть... Я не знаю, я иногда абсолютно вдохновенно готовлю солянку. И у меня есть вдохновение, я могу зайти. Но это бывает крайне редко по чесноку. У меня не так много времени, когда я на это выделяю. Но в целом иногда мне бывает прям вот в кайпе, я абсолютно вдохновенно захожу на кухню и там пару часов тусю и могу наготовить, пока солянка делается, еще чего-то. И у меня есть на это вдохновение. Да, поэтому здесь хорошо посмотреть, про какое вдохновение. Вот прям тут не обязательно словами сформулировать, а скорее состояние. Так что вот вдохновение, не знаю, делать деньги. Вдохновение делать проекты за деньги. Проекты бывают тоже разные. Не все проекты за деньги. Некоторые проекты наоборот. Деньги берут. Смотри, я захотела на себя примерить, да, вот что в моей жизни было вдохновенно и вот заякорить внутрь. И в этот момент опять пришли эти две части. Ой, вот если вот так будет, вот если ты так будешь вдохновенно, так вот... Нет, давай мы не будем вспоминать, как было, а как ты хочешь. Новое. По-новому. Вдохновение замахнуться на что-то больше. То есть вот прям сейчас можно даже не одевать, не задавать словесную форму пока. Да, но вот ты должна... Ну, очень важно, чтобы когда ты будешь давать мне номер карты, чтобы ты понимал, что вот это, да, вот я хочу вот это вдохновение. Все, есть тридцать один карта. Тридцать один, да, вот это вот. И посмотрим. Тридцать один. Тридцать один. Алло, вот тридцать один. Я хочу, я хочу вдохновение. Я хочу вдохновение. Слушай, знаешь, что мне еще хочется? Мне прям хочется поиграться. Дай мне, я не знаю, если у тебя большая финансовая цель, но дай мне еще, пожалуйста, давай мы номер карты. Господи, что же тебе, Горбач, не несся? Сейчас я сформулирую. Вот карты вот этого, вот этой реализации, замахнуться на большой, реализация этого большого. Карта вот этого большого, большой финансовой какой-то истории. Это как будущее, да, реализация карты. Да, да, да. Ну, мы не будем это называть прям только карты будущего, потому что есть карта будущего, а есть карта, ну, они чуть разны. Вот этот вот... Ты видишь, замахнуться на большое. Вот это вот большая будущая цель. Она мне видеться здесь нужна. Мне хочется сказать 78, но я знаю, что их 74, я так замахнулась. Видимо, так замахнулась, так замахнулась. Так, так. 46. 46. Замахнула на большое. Так, на... Угу, 46. Ня-ня-ня-ня. Вот 46 у нас. Окей, давай их расставлять. Где место карте «Я»? Вот у нас карта «Я». Куда ее поставить? Здесь как будто главный, вот эта последняя карта реализация. Вот всем баллом здесь правит эта карта. Последний с медалями мужчина. Хочется начать расставлять с нее? Потому что он пришел, и как будто бы вот он здесь, властелин этого поля. Может быть. А куда карту? При всем при этом, куда карту тебя поставить? Потому что на самом деле... Она куда-то сливается. Она куда-то... Вот как будто, да, вот этот левый уголок, да, левый уголок в самый раз. Хорошо. Куда поставить карту? Я хочу? Хочу. Хочу чуть ниже. И вот этот вот последний с орденами мужчина. Вот хочу вот здесь, ниже, выше. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть выше. Чуть-чуть ее выше. Вот так? Вот здесь, да. Ближе, дальше или прямо здесь? Нет, вот она стоит хорошо. И мужчина с орденами к ней. А куда деть? Вдохновение, я пока не знаю. Вдохновение. Слушай, вдохновение просится вот в верхний левый угол. В левый, вот сюда? Ага, да. Ага, а этот сюда хочет? Да, 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 да. Вот так? Я правильно поняла? Да, 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 они хорошо так. Они хорошо. Поехали. Расскажи, пожалуйста, про первую карту, какая она и что она чувствует. Первую карту. Вот первая карта. Карта? Да, 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 карта я, карта я, я знаю, да. Бежит. Нет, там ждет подвоха. На страже, в ожидании чего-то. Ждет подвоха. Недоверие, да, недоверие. Чувствует недоверие. Ага, чувствует недоверие. Но злости нет, нет. Вот как будто, ну, господи, 101 раз там кто-то меня подведет. Вот это недоверие, злость нет, это как сдался? Нет, сдался, но вот уже вошло, уже как по наказу, уже не больно. Вот. Вот уже поцарапали, поцарапали сто раз, уже не больно. Это рубец? Это рубец там есть, рубец он свой носит, а это меньше, чем рубец. Вот рубец он носит свой, там спрятал, закрыл за сорочкой, а это просто царапка. Окей, хорошо. Кого видит из здесь присутствующих карт? Он видит всех, но вот он и карта над ним, они как будто бы с одной бригады, а вот мужчина-женщина как будто бы с другой. Эти такие простецкие, а те, ну, как бы совсем другое сословие, другая жизнь, там, шелка, кареты. С кем он связан, на кого он смотрит здесь? Он в поле ни на кого, вот прям, он их видит, но он не смотрит в поле ни на кого. Он их видит, но ни на кого, и на этого тоже не смотрит. А куда он смотрит? Ну, что-то еще есть вне поля. На меня вот здесь через экран он смотрит. И еще что-то есть вне поля, куда он смотрит. Окей. А вне поля в эту сторону? Вот вне поля. Я бы даже сказала, что вот если можно было бы сказать, что он как будто бы смотрит назад. Ну, расскажите мне, пожалуйста, давайте все-таки про вот эту. Девушка? Молодая, но не совсем юная, нет. Молодая, красивая, холеная и хитрая, и алчная. И у нее свои корыстные цели, и вот быть в поле этого господина с орденами. А чувствует что? Превосходство. Ну, это превосходство, и опять же, дает положение рядом с этим мужчиной с орденами. Превосходство дает мужчину с орденами. А чувствует что? Ну, у нее есть насмешка и презрение. А по отношению к кому насмешка и презрение? Ну, вот эти двое подошли бы. Эти двое, то что вот не... Вот там как будто два лагеря. Эти двое подошли бы. Они такие челядь по сравнению с ней. Она кого-то из них видит, выделяет? Нет, она ни на одного, ни на другого смотреть не хочет. Она про них знает, но она смотреть в эту сторону не хочет. Она про них знает, но смотреть не хочет. Чувствует точности при зрении. Хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, про вот эту карту. Вот такой. Очень умный мужчина. Знаний много в нем. Потом как будто бы сказать стесняется. Робость. У меня на экране попал прямоугольник, Свет. Я не знаю, случайно или кто-то. Это у меня, видимо, сообщение, телега пробивается, и иногда сообщения, которые сыпятся в телегу, я попробую закрыть, может, допустим. Они выскакивают. Это сообщение в телегу. Видят кого-то здесь? Он очень смотрит, да, на мою карту, на мою фигуру. Он сопереживает. Вот он даже так стоит, чтобы как будто бы смотреть со спины, поддерживать так взглядом. Если бы можно было руками, поддерживал бы руками. Очень сильно сопереживает. И вот от этого я вижу, что моя карта гораздо... Вот это боль. С первого раза я так не разглядела, а вот теперь я вижу, что боли там больше. Это прорубец. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, про вот эту вот карту. Ну, это здесь такой прям серый кардинал. Здесь даже говорить нечего. Все пляшут вокруг него. Это очень значимая фигура. Он мало разговаривает. Ресницами может двигать, и что-то вокруг происходит. Он не молодой. Он пожил в этой жизни. У него есть все, что ему нужно. А чувствует он что? Да. Он усталость чувствует. Устал он от всех. Вот вообще все это ему не нравится. Он устал. Номер карты фигуры икс. Номер карты фигуры икс. 72. Тебе видно ее? Угу. Правильное место? На правильное ли место я ее поставила? Я ее поставила за спиной. Вот туда, куда у него взгляд за спину. Это тот, на кого этот смотрит. Тот, на кого смотрит. Угу. Да. Нормально. Угу. Да, я буду здесь маленьким тогда, раз эта фигура пришла. Да. Это хорошо быть маленьким. Угу. Это мысли. А какое чувство здесь появилось? Чувство? Угу. Угу. Защищенности. Угу. Какое чувство по отношению к этой фигуре? Не знаю. Не могу понять. Ну, он на него смотрит, да? Он смотрел назад, смотрит на него. Из какого чувства? С каким чувством он туда смотрит? Принятие. Принятие-то не совсем входит в разряд чувств. Ну, можно говорить про принятие. В принципе, можно поговорить про принятие. Ну, в большом счету это редко. Это сложно выразить. А давай я по-другому сформулирую вопрос. С какой эмоцией он туда смотрит? Принятие точно не эмоция. С какой эмоцией он туда смотрит? Подозрительность. Принятие и подозрительность. Подозрительность – это тоже не эмоция, скорее. Да, это такое, я тебе не верю, я за тобой наблюдаю. Все равно на уровень эмоций мы не уходим. Это все равно еще наверху. И с какой эмоцией он туда смотрит? Не знаю. Можно его увеличить? Я попробую через прям глаза как-то, глаза в глаза. Может так. А что ты чувствуешь, когда ты на это смотришь? На ту, другую, да? За спиной карту? На вот это вот все. Что ты чувствуешь? Чувствуешь, а не думаешь. Ничего, да? Да, какой-то ступор есть. Ступор. Ничего не приходит в голову. Но вот я не могу вытащить из него эмоции, потому что какое-то есть недоверие, сожаление. Сожаление. Недоверие, сожаление. Ну, скажи, пожалуйста, от имени вот этой карты, вот этой. От имени в красном, да? От имени карты тебя. От имени карты тебя, вот этой карты. Скажи, очень похоже на ту? Очень похоже на ту. Что я смотрю на мир твоими глазами. Очень похоже на то, что я смотрю на мир твоими глазами. И это мой единственный способ тебя любить. Это мой единственный способ тебя любить. И похоже на ту, что ты когда-то заплатил высокую цену. Похоже на то, что ты когда-то заплатил высокую цену. За свое доверие. За свое доверие. И поэтому я выбираю не доверять. поэтому я выбираю не доверять и знакомый способ проявить любовь и знакомый способ проявить любовь это разделить твою боль разделить твою боль но этой боли так много но этой боли так много я даже не могу ее почувствовать поэтому я выбираю просто не верить поэтому я выбираю просто не верить и чуть-чуть не жить чтобы было не так больно что происходит сейчас с Карменой что происходит с тобой но я немножко что-то замораживаюсь отмораживаюсь пытаюсь пытаешься улизнуть чтобы не чувствовать что происходит с картами не знаю что происходит как реагирует эта карта на то что на тоже на фразы которые предлагаются но не поменялось как ни странно не поменялось хорошо как вот это реагирует карту и она такая же принципе она и и при этом когда ты это проговариваешь свое тело демонстрирует согласие мое тело до себя есть вы головой ты у тебя прям какое-то такое демонстрируешь правду мое тело да и что ты чувствуешь когда ты это когда ты эту правду проживаешь я не за это папа эта фигура папы это не ответ на вопрос что ты чувствуешь попытка анализировать да а я мне важно понимать что ты чувствуешь когда ты телом с этим соглашаешься я чувствую что вот это чтобы чтобы не чувствовать какую-то боль да лучше слегка не жить то есть ты это не то что я это чувствую да это я это осознаю но тело внутри вот это в области пупка говорит что вот да вот это вот вот это вот что-то вот что-то то какие-то из карт здесь еще с этим встречаются как-то реагирует на все то что происходит на появление этой карты ну вот этот мужчина свыше то что вдохновение не помню что он реагирует в том плане чтобы не порушилась моя карта главный чтобы моя карта да вот вот он ее все равно переживает очень странно за меня он переживает за тебя окей посмотри пожалуйста на эту карту и скажи такую штуку скажи такую фразу когда-то мне нужна броня когда-то мне нужна была броня и если бы не ты я бы не выжила если бы не ты я бы не выжила хорошая броня хорошая броня ты умеешь красиво и мягко останавливать и ты так хорошо оберегаешь это хорошо оберегаешь что я не двигаюсь что я не двигаюсь но похоже теперь у меня есть ресурс но похоже теперь у меня есть ресурс хотя бы немножечко приоткрыть дверь хотя бы немножечко приоткрыть дверь он так мрачнее то да конечно конечно и мне понадобится твоя сила и опора мне понадобится твоя сила и опора для того чтобы это сделать для того чтобы это сделать из той же силы с которой ты меня оберегал мне и та же сила с которой ты меня оберегал мне понадобится чтобы приоткрыть дверь та же силу из которой ты меня оберегал мне понадобится для того чтобы приоткрыть дверь сделай несколько глубоких выдохов пожалуйста либо просто не посмотри по сторонам почувствуя ягодичные мышцы что происходит с тобой что я не знаю я справлюсь с тобой что происходит сейчас я в порядке я в порядке это какое чувство это что происходит вот это в порядке это что это из какого чувства знаю куда все чувства ушли я не знаю глубокой отморозки глубокой отморозки что такого ладно давай подождем посмотреть им не этой карте на вот эту еще раз и циск от имени вот этой карты на вот эту да и попробуй сказать такую штуку слушай а там столько злости у него да вот здесь вас появилась нет у моей отлично можешь эту злость почувствовать я да может или никак не получается а господи что ж бы на меня или никак не получается эту злость почувствовать ты не можешь злость только у нее он карту хорошо прекрасно окей посмотри мне вот этой карты посмотри на вот и скажи и скажи единственное что помогло мне выжить единственное что помогло мне выжить это злость это злость потому что только она помогала не чувствовать боль и любовь только она помогала не чувствовать боль и любовь ровно до тех пор пока я не научилась чуть чуть не жить ну либо отмораживаться ровно до тех пор пока и научилась чуть чуть не жить и я на тебя злюсь и я на тебя злюсь и по отношению ко мне это было несправедливо по отношению ко мне это было несправедливо что происходит с картой с вот это и что происходит здесь моя карта как будто бы еще могла бы что-то говорить говорить там много чего говорить а та карта из состояния злости твоя карта могла бы говорить из какого состояния состоянию просто чтобы опустошиться там как будто бы много чего есть ну вот смотри на ты говорила про папу напомни пожалуйста что пропал туда с папой что у него ничего у меня я беспал я бесплатно смотри сюда и попробуй признавать и ладно скажи давай не попробуй признавать скажи в эту карту и мне нужно было и до сих пор любить по-другому тебя не получалось и до сих пор любить себя по-другому не получалось потому что иначе я придала бы маму чтобы я сделал с мамой предала бы маму потому что по-другому бы я предала бы маму очень сложно любить папу очень сложно любить папу которого не любит мы ну либо на которого злится маму которую не любит маму что-то не очень легло не очень любит а что происходит с тобой сейчас ты в какой-то такой глубокого глубокому уровня отморозки но не знаю пытаюсь понять что нибудь вот если пробовать не понимать попробуй увидеть пожалуйста свое сознание помнишь да этот прием попробуй увидеть свое сознание светящимся шариком и сделать вдох и на выдохе опустить и опустить это сознание либо в грудь либо в живот и почувствовать что тогда меняется и что происходит когда ты не пытаешься объяснять получится но вот эта карта в красной мантии она хотя бы стала оживать до этого она была она была до этого просто да картинка и картинка теперь как будто пробует осознание держать в животе потому что мы очень так ну достаточно сложно пытаемся пробиться сквозь рационализаторство и это прям ну и здесь важно идти вот в проживание а не в рационализаторство и когда она оживает какие у нее чувства у нее интерес она вот оттуда смотрит на меня через экран с интересом отлично и что происходит с тобой и с вот этой картой когда это смотрит начинает смотреть с интересом моя карта настораживается настораживается а эта карта смотрится интересно и что происходит с тобой сейчас когда ты на это смотришь это наблюдаем все тоже сознание оставляйте пожалуйста в животе что происходит вот этой картой но затаит дыхание все равно волнительно за этим тоже наблюдаем этим всем наблюдаем смотри какая у нас есть история я могу предполагать сейчас я могу предполагать я могу ошибаться но это но это то что дает реакцию как я могу предполагать на самом деле не до конца до сих пор понятно есть ты которая завязана находится в состоянии вот то что называешь принятием по энергии это похоже на такое знаешь как вот вот что воля не совсем что воля что не воля все равно ну как бы ну вот так ну вот так если бы я это показывала телесно я бы показывала опущены извини опущенные руки еще царапнули но опять вот так то есть ты использовал слово принятие возможно у нас просто в слове принятие разная смысловая нагрузка поэтому оно ну мне может не откликать оно это может быть слово принятие да но в моей смысловой оно вот как-то так раз и вот опущенные руки да находится причем скрывает большую большую боль за большим рубцом который ну который чтобы не чувствовать при этом он смотрит назад назад он смотрит явно на предка на которого он при этом когда хоть чуть-чуть оживает потому что здесь есть выжившая да и и охраняющая часть и когда он хоть чуть-чуть оживает он начинает чувствовать злость причем не не хочу в этом не участвует не цель в это вся тусовка вот в этой вот истории про какую-то там про какое-то расщепление да про какую-то ну я это не прошел кого сейчас травму это что-то еще да вот про 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 вот здесь происходит а у меня есть фантазии предположения исходя из того что происходит здесь что это это папа папа который очень болит которого нельзя было любить потому что иначе это было бы предательством исправляя если вот если я говорю я такой нет да ты мне об этом пожалуйста говорит моя фантазия из того что я наблюдаю что это похоже на то что это твои отношения с папой которых практически не было на которого за которым большая боль и большая злость которая вытеснена потому что чувствовать это были непереносимые чувства и чувствовать это было нельзя и соответственно если это непереносимая боль которую нельзя было чувствовать тогда в принципе отключаем чувства да и ну и все ровно и все ровно при этом что еще говорит в пользу еще раз я не настаиваю да но то что говорит в пользу того что это папа когда нарушенный контакт с папой когда нарушена связь с папой и человек бежит там ставит куда цель бежит 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 к цели он потом обламывается у него не хватает вот этой папской да ну отцовской энергии для того чтобы эту цель взять и потом иными словами бессознательным человек в очередной раз встречается с болью нарушенного контакта с отца и с отцом и начинать заново уже ну как бы уже вот опущены руки это то что я вижу здесь на поле при этом мне достаточно я здесь признаю свою терапевтическую беспомощность мне достаточно сложно пробиться сквозь рацион ну вот сквозь такое очень отстраненное состояние которое возможно тебя сейчас спасает и оберегает чтобы с этим справляться очень возможно и здесь такая штука происходит начинает проявляться не проявляться а что если сохранять вот это состояние и эту отстраненность то мы можем на это посмотреть да если я хотел на это посмотреть посмотреть мы на это можем для того чтобы ты решить моя фантазия что нужно решать вопрос с папой и что ты сейчас что происходит с тобой сейчас когда я говорю и что как реагирует что с тобой происходит когда это говорю все выпалила на тебя вывалила и что с картами происходит когда я это тебе говорю ну я отмораживалась и я улетала влетала улетала вылетала вот в этом была я была в этом состоянии ну да я вижу что но самого начала достаточно отстранена попробуй пожалуйста повспоминать сейчас все что ты чувствуешь марго я не смогу провести тебя мне ну я не могу вести тебя когда тебя здесь нет я не могу заставить тебя на это смотреть и здесь я конечно наш меня какая-то часть меня если вы так по частям какая-то часть меня хочет за схватить за пятки поставить на землю и что-то здесь разрулить я понимает что я не могу этого сделать без того чтобы ты захотела вернуться в тело и смотреть на это потому что говорить что-то может быть что-то проговорить чтобы вот расколновка мы говорили многое что говорили может быть просто стопы почувствовать ягодичные мышцы почувствовать живот почувствовать пошкрябаться пальцами ног вернуться почувствовать большую грудинную фасцию ну в смысле почувствовать да сфокусировать внимание почувствовать пекторалис предположить, что сейчас ты не умрешь, даже если ты это увидишь предположить, что даже если ты обнаружишь что ты не беспапная если ты обнаружишь что все это время у тебя папа был и есть даже если ты считала по-другому, даже если в таких правилах игры с мамой между ними была такая договоренность и это было твое условие рождения, твоя цена жизни что только у этих родителей, только от этого мужчины только в таких отношениях в которых ты могла не иметь любого контакта выключить микрофон вообще откуда он включился что за новости капец Марго, извини минуту пожалуйста я не очень понимаю каким боком я сейчас выключу а ты включи пожалуйста хорошо и что происходит между тобой с тобой с этими картами когда ты можешь попробовать находясь в теле предположить что ты моя фигура в ярости а у нее все равно знаешь такая не не сильная такая но вот она там внутри это ярость вот про что про ярость пойди в эту ярость про что это ярость попробуй посмотреть на свою фигуру и сказать я не беспапная мне кажется но я же это всегда знала что я не беспапная ты конечно можешь со мной торговаться и я не буду настаивать но беспапной ты себя назвала когда я тебе спросила что у тебя с папой это твое слово это не мое ты сказал нет у меня папы я беспапная это твоя фраза поэтому что ты знаешь на уровне головы в которую ты сбегаешь от работы может быть все что угодно но то что ты выдаешь это твоя фраза я предлагаю тебе взять идею о том что это было неправда о том что ты не беспапная нет я беру идею что я папная попробуй пожалуйста проговорить Марго попробуй пожалуйста проговорить я не беспапная я не беспапная и смотреть что происходит с этой фигурой и у меня есть папа и у меня есть папа и что происходит с этой фигурой что происходит с тобой почувствуй стопы пожалуйста у него недоверие есть у него все равно есть недоверие хорошо что происходит со злостью что происходит с тобой злость чуть-чуть уходят но недоверие остается недоверие может оставаться что происходит с тобой когда ты это говоришь я опять вылетаю я не могу тебя заставить вернуться я не могу тебя заставить вернуться мне очень мне тоже правда и здесь знаешь есть такие в этом смысле с одной стороны живые расстановки когда они с картами они вроде как лучше потому что заместители могут прожить все вместо тебя и ты можешь вылетевши на это смотреть с другой стороны вопрос насколько возьмет отлетевший человек результат и насколько можно пройти когда это все проживает насколько он может это взять в свою жизнь и что такого страшного произойдет если ты в это сейчас пойдешь я смотри на каком-то этапе мы остановимся если ну если ты не сможешь в это пройти мы остановимся я признаю признаю свое бессилие и мы остановимся я тут я при всем уважении к тебе я не пытаюсь сейчас все дело завершить я как раз у меня ручки знаешь потираются но что произойдет страшного Марго если ты вдруг пойдешь в этот процесс я думаю что страшного ничего не произойдет я так же буду дышать сидеть двигаться останусь живой мне не страшно идти если бы ты была ведущей если бы ты была сейчас ведущей ты бы в это поверила я же себя не слышу со стороны ты бы в это поверила все безнадежно не знаю почему же нет я не считаю что все безнадежно я ощущаю себя как ведущая ощущаю себя в тупике мы можем сделать сейчас такой финт ушами но это не совсем вторая вторая работа подряд ну давай попробуем мы тырилками здесь ничего не сделаем да там что-нибудь с ярости вытянуть нет абсолютно мы и так понимаем я не знаю ты чувствуешь ярость ну вот у моей фигуры же там была какая-то твоей фигуры там была какая-то да просто ты к ней не присоединяешься мы можем попробовать поиграться я бы у меня по телу тело есть в районе пупка вот это оно все там внутри идут вибрации я вижу да что ты тело реагирует я это понимаю поэтому я и буду иногда просто раз и улетает просто улетает ну тут про какое-то такое согласие на это посмотреть тут про какое-то такое согласие попробовать посмотреть попробовать увидеть что даже если ты пойдешь в отношения с папой мама не умрет и ты не предашь маму и даже если тебе когда-то казалось что ты маму предашь то это их они взрослым ну я здесь не могу я тебя тянуть не знаю ну прости ну не могу я могу сопровождать пока ты идешь не могу это на шоковые на шоковые механизмы другие на шоковые я могу а там другие механизмы там по-другому потому что я вижу телесные реакции ну вижу где-то слышу ну можно знаешь на что глянуть попробовать если хочешь можно глянуть если мы например добавить просто посмотреть что будет да и будет ли я даже не знаю если проработать если проработать эту историю ну да посмотреть будет что будет меняться если эта история с папой проработается мне казалось я уже ее вот и вдоль и поперек проработала мне казалось я откуда это все принятие что я все там приняла всю ситуацию со всеми я люблю историю очень часто ее рассказываю когда я пришла на расстановку к коллеге которая очень много лет я тогда это было блин я была зеленая 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 ну это я сейчас понимаю что я была зеленая наверное лет через 10 я тоже буду считать себя зеленой господи я поржала еще про фамилию ладно и я пришла сделать расстановку ну и мы там что-то работали работали вылезли к маме я такая сижу смотрю на это и говорю блин я маму проработала уже контрольным вдоль поперек загонали раз по 30 и по кругу и это было лет 9 назад наверное и по кругу и ну вот капец ну то есть я маму проработала вдоль и поперек и тут опять мама садится значит ведущий терапевт который проводил мне расстановку а она на тот момент была не то 22 не то 23 года в профессии я год а она 20 с хвостом и она садится и говорит свет я говорит в профессии 22 года она 22 и говорит мы тут недавно и говорит я маму проработала вдоль поперек и контрольным подзагонали и недавно была необходимость и пошла к коллеге и говорит мы 15 минут говорили про запрос и все остальное время роман поэтому каждый раз на каком-то следующем уровне на каком-то следующем этапе это бесконечная тема мама папа это бесконечная тема вероятно что мы прям проработаем полностью есть вероятно что мы проработаем в каком-то контексте и на каком-то уровне и на каком просто тело твое вот здесь я на него смотрю вот знаешь самое главное что фигура папы чуть-чуть оживает и опять замораживается и возможно что тогда я понимаю что папа холодный я не знаю что ты понимаешь пока что ты понимаешь а не ты удерживаешься в голове и не очень идешь проживание и те просто те твое тело почему я делаю вывод что похоже мы на правильной неправильную ниточку нащупали твое тело дает реакцию твои вдохи выдохи то как ты дышишь то что у тебя энергия в районе живота в районе попка то что периодически хоть там чуть-чуть включается и выключается вот в этом месте я на это опираясь опираясь на твои телесные реакции которые голова не блокирует голова блокирует их интерпретацию и чувства но телесные реакции дают мне основания предполагать что мы в принципе ниточку нащупали верную да и вот я здесь немножечко да я здесь прям в таком в живой расстановке было бы конечно гораздо все проще тут да заместители все прожили все я тут не спорю конечно а вот что что сейчас где делать я вот хотела показать как когда ведущий не знает вот пожалуйста сижу смотрю на клиента клиент ну клиента не хватает ресурсов это пройти ну а в всяком случае так как мне это видится да и я вот сижу и думаю что ж такое а мне так хочется мне так хочется мне самой так хочется чтобы что-то сдвинулось можешь себе представить телесно вот этого папу можешь ну прям почувствуй тело когда ты смотришь на папу можно я сделаю карту большой да я кстати хотела сказать что карту хотела вообще чтобы она была чуть больше чем моя карта пока что мы поставим ее вот так попробуй смотреть на нее и попробуй слезть со стула на попу так чтобы ты физически была меньше и чтобы ты физически пошла вот в ребенка и попробуй посмотреть что происходит с твоими чувствами когда ты уходишь физически уходишь маленькую и уйди с головы ты опять в голове попробуй почувствовать тело что происходит с тобой когда ты маленькая и рядом с папой и что происходит в это время с тобой я буду стесняться когда я маленькая да стесняйся и кого ты стесняешься папу папу смотри на него стесняйся можно сказать о том что я не знаю как с тобой общаться я не знаю как с тобой общаться я не знаю как с тобой выстраивать контакт как с тобой выстраивать ну да контакт я не знаю как с тобой выстраивать контакт я не понимаю что мне делать я не понимаю что мне делать и я пытаюсь большим умом понять то что не получается прочувствовать я пытаюсь большему понять то что не получается прочувствовать я даже не знаю что это я даже не знаю что это что происходит сейчас с тобой но я вот жду я смотрю и жду что же он не может ответить что же он не может сказать где может быть подсказка он тоже ничего не говорит но он не скажет и попробуй посадить просмотри на него и скажи и похоже я жду от тебя того чего ты мне дать не можешь и похоже я жду от тебя того чего ты мне дать не можешь и я так долго этого ждала я так долго этого ждала что почти смирилась что ты мне не дашь что почти смирилась то ты мне это не дашь но до конца смириться у меня не получается до конца смириться не не получается и похоже я перепутала то что то на что я имею право то на что я имею право с тем чего ждать бесполезно с тем чего ждать бесполезно и мне кажется что это несправедливо по отношению ко мне мне кажется что сейчас происходит у тебя но вот на словах где несправедливо у меня появляется энергия до тогда можно повторить еще разочек о том что по отношению ко мне бы это было несправедливо по отношению ко мне это было несправедливо и я имею право на все свои чувства про это я имею право на все свои чувства про это и вот здесь вот как у той карты такая ярость есть когда как будто все хочется говорить вот и проживай пожалуйста эту ярость и проживая эту ярость из искры я имею право на себя злиться и на тебя и на маму я имею право на себя злиться на тебя и на маму на себя она тебя и на маму а я имею право злиться на тебя и на тебя и на маму да потому что вы взрослые и поступили несправедливо по отношению ко мне ребенку и я могу злиться что тебя было мало в моей жизни я могу злиться что себя было мало моей жизни и я могу злиться что меня научили что тебя нет вообще и я могу злиться даже не понимаю на что еще здесь я могу злиться даже не понимаю на что еще я я имею право на все эти чувства я имею право на все эти чувств что происходит с тобой я просто понимаю что я имею право на все эти чувства я А что ты чувствуешь? Что происходит? Я чувствую, что в области сердца у меня что-то там, теперь уже не пупок, а в области сердца у меня что-то там колышется, покалывает и так далее, что что-то у меня запустилось в другом органе. Что-то запустилось в другом органе. И скажи, папе, меня научили все объяснять, чтобы не чувствовать злость. Меня научили все объяснять, чтобы не чувствовать злость. Но я имею право злиться. Но я имею право злиться. И это не делает меня плохим психологом? И это не делает меня плохим психологом. Вырулили. А? Вырулили. Не знаю еще, еще не знаю. Пока в процессе, Марго. Это. И вот позлись телесно, попробуй, позжимай кулаками. И просто скажи, посмотри на папу и скажи, я сейчас буду злиться. Я сейчас буду злиться. Я сейчас устрою тебе скандал. Я сейчас устрою тебе скандал. И вот так вот кулаком прям вот поджимай кулаки. И вот так вот кулаком прям сильно-сильно-сильно-сильно покажи. Прям можешь даже вот поставить ладони и стукнуть. Прям вот подними эту злость. Продыши. Настолько-насколько можешь в телом. Потопай. Хочешь, ты стоишь. Ты на попе сидишь? Нет, на коленках. Нет, сядь на попу, пожалуйста. Я не просила на коленки тебя остановить. На коленках это больно. Сядь на попу и потопые ногами. У тебя ноги можно поддуть в коленках, можно пятками. Просто пятками нужно, ну, осторожнее, можно забить пятку. А так, да, и то потопы ногами. Дыши. И что происходит с тобой сейчас? Ну, оно что-то в области сердца больше вверх пошло, грудная клетка. Хорошо. Эмоционально ты что-то почувствуешь? Что происходит? Какие чувства у тебя сейчас происходят? Она как будто бы тяжесть, так иди, куда-то тяжесть пришла сюда, она куда-то вверх идет. Знаешь, от того, что я побила пятками, она поднялась куда-то наверх, вот. От грудь, от грудь, от грудь. И скажи, у меня так много тебе невысказанных претензий. И у меня так много невыкриканных, невыкриченных скандалов. И смотри, что ты делаешь. Меня видно сейчас, да? Да. Ты делаешь, сжимаешь зубы. Подожди, я покажу. Через сопротивление. Ну, потому что это комплекс. Сжимаешь зубы. Через сопротивление открываешь. То есть ты челюстью как будто бы давишь вверх, а рукой вниз, да? И так открываешь. И когда уже практически открыла, делаешь глубокий выдох. Выглядит это примерно так. Это, знаешь, как символ крика. Ну, только мы не будем сейчас орать, чтобы всех пугать. Ну, можно. Не вопрос, да? Но можно сделать вот так. Смотри. Поможешь, пожалуйста, попробовать повторить, да? То есть челюсть сжать через сопротивление, а открыть и изнутри так выдохнуть. Нет, что-то не получилось. Настолько, насколько получается. Еще разочек голосом. Что ты слышишь? Голосом? Ну, ты звук слышала, да, когда я это делала? Звук был слышен? Ну, не сильный звук был. Как будто просто выдох. Ну, я не говорю кричать, да? Ну, это выдох со звуком. Настолько, насколько получается. И пожуй челюстями. И пожуй челюстями. Еще попробуем. Что с тобой сейчас происходит? Что телесно? Какие телесные ощущения? Мне пока только болит челюсть. Я передаю ее. И пока я ее только чувствую, эта челюсть, эта телесная. Смотри на папу. Что чувствуешь к папе? Что чувствуешь к папе? Ну, претензий много. Много претензий к папе. Попробуй сказать. Как ты думаешь, что можно сделать, что ты можешь, в какой форме ты можешь выразить сейчас папе эти претензии? Не знаю, какой форме. Мне просто не нравится, что он вообще ничего не говорит. И он просто смотрит, и он такой, как будто бы он собой доволен. А мне почему-то кажется, что в этот момент он хотя бы не должен быть собой доволен. Собой доволен, да. Похоже, ты все еще ждешь от него того, чего он тебе дать не может. Похоже. Ну, потому что если мне кажется, что он не должен быть собой доволен, значит, он должен... Значит, есть к нему ожидания, что он что-то там еще тебе должен. На уровне головы при этом ты знаешь, что нет. Внутри, да, где-то внутри ты с ним завязан. Именно вот этим вот... Во-первых, большой разницы между тем, что ты повытесняла в себе головой и тем, что происходит внутри. Вот. И тем, что происходит внутри. И это на самом деле сложно, потому что мы... Большая такая история, мы уже долго с этим играемся, большая такая история про то, что мы там информацией понахватались на уровне головы о том, что к родителям мы относимся так-то, так-то и так-то. И чтобы не проживать эту боль, мы на уровне головы себе это рассказываем. Потому что, ну, я же знаю, что вот так. Да, ну, я же знаю, что папа ничего. Ну, значит, узнается... И это помогает выживать с этим знанием, но тогда это блокирует те чувства, которые внутри остались, которые внутри недопрожиты. И эти заблокированные, недопрожитые чувства являются тем самым блоком, который не пускают двигаться дальше. И что происходит? Посмотри еще на папу. Смотри, мы двигаемся настолько, насколько у нас получается сейчас. Посмотри еще на папу. И попробуй сказать, я ранюсь об том, что ты не такой, каким я хочу, чтобы ты был. Я ранюсь об том, что ты не такой, каким я хотела бы, чтобы ты был. И меня это злит. И меня это злит. И я ничего не могу с этим поделать. И я ничего не могу с этим поделать. Ну, похоже, пока я продолжаю. А, и то, что я привыкла делать, я это объясняю, но несу твою боль. То, что я привыкла делать, я это объясняю, но несу твою боль. И это безнадежность и боль. Стали моими. И это безнадежность и боль стали моими шаблонами. Стали моими шаблонами. И это пока еще единственный способ тебя любить. Это пока единственный способ тебя любить. И пока это единственный способ сохранять с тобой связь. И пока это единственный способ сохранить с тобой связь. Что происходит с тобой, что происходит с картой? Карта внимательнее стала меня слушать. У меня один вопрос, что я же теперь никогда все равно не узнаю, как это быть папиной дочкой. И вот этот вопрос, это про какое чувство? Это про горечь. Это про горечь. Да, можешь сказать, папа, мне горько. Папа, мне горько. Потому что я никогда не знала, как это быть папиной дочкой. Я никогда не знала, как это быть папиной дочкой. И, похоже, никогда не узнаю. И мне кажется, что никогда не узнаю. И наверняка никогда не узнаю. Потому что даже если у меня будет возможность прожить этот опыт... Потому что даже если у меня будет возможность прожить этот опыт... Я не захочу в это верить. Не захочу в это верить. Угу. Попробуй пойти в эту горечь. Попробуй стать прозрачным для этой горечи. Насколько лет ты себя чувствуешь в этой горечи? Восемь, девять. Восемь, девять. Восемь, девять. Ты можешь увидеть внутри себя эту девочку восьми-десяти лет? Да. Не скажи этой девочке восьми-десяти лет. Наш папа не мог нам дать то, что нам было нужно. Ну, это не значит, что мы не можем организовать этот опыт себя сами. Это не значит, что мы не можем организовать этот опыт себя сами. Есть такие процессы? Вот как есть доколыхивание? Добаюкивание. Добаюкивание. Есть добаюкивание. А есть аналогичный процесс сопровождения отцом. Я не знаю. Ну, то есть точно можно поискать. Я знаю, что есть такой Эзра. Он вел. И можно поискать. Ну, точно есть такой. Напиши мне потом, я тебе скину. Может быть, он, ну, может быть, у Эзра можно будет спросить. Но точно это можно сделать. На крайний случай можно пойти в живую работу. В контакт с отцом, чтобы получить этот опыт. И чтобы этот опыт можно было поместить в свою душу. И действительно, равно как и ты, ну, вот в своем минишном теле, когда не будешь больше восьми, ты, я, да, мы не будем больше в возрасте восьми-девяти лет. Да, и это тоже правда. Но это не значит, что мы не можем организовать себе этот опыт, чтобы он был целительный для нашей души. Ну, для твоей в твоем случае, для моей в моем случае. И этот опыт, как быть папиной девочкой и папиной дочкой, можно в себя, можно себе организовать и можно в себе поместить. Возможно, такая. И, конечно, внутренней маленькой девочке хочется... Я вот тогда хотела. Ну, это не значит, что ты никогда не сможешь этот опыт получить. Это значит, что в твоей душе есть некий пазл, который... Есть некий, ну, как будто бы недостающий пазл, за который можно грустить и скучать, но который можно себе организовать. И этот опыт можно получить. Да, не в том формате, в котором когда-то хотелось бы, и который пришлось отморозить, объяснить впоследствии, потому что это было очень больно. Но организовать себе такой целительный опыт можно. Точно-точно знаю. Организую. Когда вдруг внутри появляется опыт я папина солнышко или я папина девочка. Этот опыт можно получить. Можно внутрь себя разместить. Да, из взрослой позиции, да, осознанно. Но вот пойти в это проживание и получить внутрь себя папину девочку. И что происходит с тобой сейчас, когда это говорим? Ну, это горечь, как будто бы внутри меня так расползается чуть-чуть, как будто ее концентрация уменьшается. Но это все равно про горечь. Да, это про горечь. И это хорошо, когда эта горечь есть. Это лучше, чем когда она вытеснена. Потому что, когда эта горечь есть, ее можно допрожить и что-то с этим сделать. И ты можешь смотреть, ну, видеть, в какую сторону идти дальше. В какую сторону идти дальше. Потому что пока ты это вытесняешь и находишься на уровне объяснения, мы не сдвигаемся. И тогда мы не сдвигаемся. И попробуй посмотреть на папу и сказать, это горечь у меня из любви. Ну, или, может быть, если это правда для тебя? Это горечь у меня из любви. Похоже, где-то очень глубоко под слоями боли и горечи у меня любовь. Похоже, что где-то очень глубоко под слоями боли у меня любовь. И горечи. И горечи. Боли и горечи у меня любовь. Под большими слоями. Под большими слоями. Под большими слоями. И что происходит с этой картой? И что происходит сейчас с тобой? Карта внимательнее меня. На меня смотрят внимательно. Заинтересованнее, я бы так сказала. Не внимательнее, а как будто бы заинтересованнее. Обрати внимание, что чем глубже ты погружаешься в проживание, тем больше включается карта. Чем глубже ты погружаешься в чувства, во все то, что было вытесняно, тем больше оживает карта. Тем больше включается фигура отца. Просто увидит. Не больше. Окей. Я могу сделать ее чуть меньше? Что сейчас между этими картами? Ну, это карта в испуге. Моя карта в испуге. Да. Ну, может, сильная, но все равно вот у него есть. Да, и можно сказать, мне очень страшно чувствовать все то, что я много лет вытесняла и объясняла. Я очень страшно чувствую, что много лет я вытесняла и объясняла. И тут вдруг, блин, нарвалась и раскопала. Нарвалась и раскопала. Ну, похоже, сейчас я могу с этим справиться. Ну, похоже, сейчас я могу с этим справиться. Можно посмотреть на эту карту и сказать, и теперь я знаю, как о тебе позаботиться. И теперь я знаю, как о тебе позаботиться. И теперь я знаю, что мне нужно попробовать быть папиной девочкой. Теперь я знаю, что мне нужно попробовать быть папиной девочкой. что происходит с тобой с карты в карту вселяется неуверенность да, в карту может вселяться неуверенность потому что чувствовать страшнее, чем знать что происходит с тобой я чувствую свое дыхание каждый вдох-выдох я на этом концентрируюсь и может быть, да как-то можно это прожить это быть папиной девочкой но у меня тоже неуверенность а неуверенность в чем у тебя? в том, что это можно прожить и попробуй еще сказать такую штуку о том, что я не уверена что смогу любить тебя по-другому я не уверена что смогу любить тебя по-другому как сохранять с тобой такую связь я знаю как сохранять с тобой такую связь я знаю да, а как по-другому я пока не уверена а как по-другому я пока не уверена и это можно получить только через опыт и это можно получить только через опыт и здесь можно, конечно если бы был хотя бы чуть-чуть меньше способ меньший уровень рационализации здесь можно было вполне поставить сейчас салфетку и посмотреть как все это развернется с тем уровнем рационализации который сейчас здесь есть на протяжении двух часов вот при таком уровне рационализации может не сработать эта салфетка может быть и бесценна даже при том что совершенно очевидно для меня я сейчас это больше объясняю тем, у кого я так понимаю что остались только те кто в ДРНК из 100 человек 50 не выдержали я так и догадываюсь что остались те кто в ДРНК и вот в таком уровне рационализации может быть очевидно что тут нужно идти вот в недостающий этот пазлик папиной девочки и прорабатывать и смотреть вот в эту сторону и прорабатывать но при этом важно понимать что мы можем попробовать салфетку она может не сработать потому что клиенту небезопасно клиенту небезопасно клиенту достаточно сложно идти в такие тяжелые процессы клиентке прости это уже когда я себе когда я сейчас все это говорю что происходит с тобой что ты чувствуешь я пытаюсь ухватываться за это все и в себя внедрять все эти слова и присматриваться как это как это их в себя обсадить уплотнить себя хочешь попробовать кстати скажи мне пожалуйста когда вот здесь вот это вот такое не только чтобы налаживаются контакт но хотя бы хотя бы есть какая-то связь пусть даже достаточно напряженная что с вот этими картами происходит что с остальными картами но эта девушка уже не такая надменная она немножечко под ее надменность сходит сходит ее надменность чуть-чуть не так чтобы сильно ну конечно так мы и двигаемся на самом деле чуть-чуть не так чтобы сильно у этого господина с орденами он уже не в такой заморозки но пока вовлеченности в процесс нет он все равно больше в себе но он был совсем отстраненный опять же какие-то признаки жизни какие-то признаки жизни смотри то что реально здесь стоит делать мы правда двигаемся очень-очень сложненько и действительно уровень рационализации уровень сложный я отдаю себе отчет что здесь достаточно болезненная тема много раз проработанная выведенная объясненная с большой вытесненной злостью ну в которую мы хотя бы в злость уже мы пошли злость защищала от боли и горечи и мы туда уже тоже дошли и это дает оживление другим фигурам да это я сейчас объясняю потому что будет проще ну из того что я наблюдаю тебе понимать проще то что происходит насильно ввести я не могу тебе сейчас дать опыт маминой попросите папиной дочке да но вот то целительное судя по тому что происходит даже если черепашьими шагами то тот то целительное движение то движение которое исцеляет всю эту структуру это движение в контакт с папой и в состояние папина дочка и это тот самый исцеляющий пазл который позволит тебе включить вдохновение и замахнуться на что-то большое и и замахнуться на что-то большое это точно отцовская энергия это точно отцовская энергия мы можем важно это увидеть мы можем поставить сейчас прием поставить сейчас салфет можем не ставить сейчас салфет Но основная задача, и я не могу сейчас этот опыт тебе дать. Никак. Ну, просто физически это невозможно. Но на это надо посмотреть и поискать, как ты этот опыт можешь себя не на уровне организовать. Как ты этот опыт можешь себе организовать. И это будет, это на начальном этапе, в начале процесса это непростой, достаточно болезненный опыт. Потому что в начале процесса ты все равно встретишься с горечью и с болью. И только потом, с неверием в то, что это возможно, и только потом, если сдашься, либо когда сдашься, но сдашься не, не вот это принятие того, что я приняла, что было вот так. На каком-то уровне, да, ты приняла, что было вот так, но какая-то часть тебя не приняла. И вот здесь сдаться не в то, что я принимаю, что было вот так, а сдаться папиной любви. Вспомнить про разделение личностного и системного. Помнишь? И вот в этом процессе сдаться, даже если я не верю, даже если мне кажется, что я сейчас умрую, даже если сдаться этой любви, вот этой энергии любви, которой хватило, чтобы родилась ты, и которой хватило, чтобы у тебя еще родился сын. Как раз отцовская история. И не на уровне головы, а телесно прожить эту сдачу, сдаться этой любви и наполниться ей. И вот эта история, вот этот контакт, это то, что запустит всю остальную систему. Прямо здесь и сейчас, при всем желании и старании, есть вещи, в которых я ограничена. Я не могу тебе это здесь сейчас организовать. Что с тобой сейчас? Ну, я такая достаточно напряженная. Из какого чувства ты напряженная? Напряженное тело, ты напряженная эмоционально, ты напряженная, внимательно вслушиваешься? У меня и тело напряженное. Я внимательно вслушиваюсь. Я прям хочу это все в себя впитать хотя бы на состоянии. Хотя я понимаю головой, что я могу потом просмотреть запись. В этом случае можно запись смотреть. Иногда я не рекомендую. Иногда я говорю, что оставь. Но в этом случае это как раз да. В этом случае это как раз можно. Вот так. Как будто бы там уже начинаю что-то искать. Вот это, что я... Как дальше двигаться алгоритм? Как что запустить вот в этом процессе? Попробуй сделать глубокий вдох. Глубокий вдох. Медленный выдох. И еще несколько. Посмотреть на это и сказать, и это я увидела. Это я увидела. И я обязательно... И можно всегда в квапе сказать, и я обязательно вернусь к этому. И обязательно вернусь к этому. С большим ресурсом. С большим ресурсом. Телу становится легче? Да. Телу становится легче. Угу. Окей. Продыши, посмотри, что тело расслабляется. Я думаю, что мы на этом остановимся. Угу. Да, спасибо. У тебя есть с этим согласие? Да, да, да. Там я поняла просто вектор, куда смотреть, где копать. Да. Мы на этом остановимся? Угу. Как ты сейчас? Я прошу сейчас волосы покремусь. Сошкребись, пожалуйста. Угу. Я в порядке. Ну, нормально. Подносительно. Ты в порядке, да? В случайном. Да. Чуть-чуть голова так немножко подшатывает, подкручивает. Но я нормально. Окей. Подделай, пожалуйста, сейчас телеску. Ну, не смысле сейчас на видео? Да? Нет, я в порядке. Да. Но чуть-чуть, пожалуйста, подделай телеску, потому что шли мы... Тяжело. Ну, сколько я могла, шли мы тяжело. Да. Угу. Шли мы тяжело. И там какая-то очень такая штука, которая совершенно прекрасно... Пошевели ягодичными мышцами. Ага. Потому что у тебя аж... Аж глаза стекли нет, ты вылетаешь. Шли мы тяжело, и дальше вести, ну... Дальше вести... Дальше надо по-другому. Дальше надо организовывать все опыты. Ну, это вот на мой. На то, как я это вижу. Угу. Да. Я благодарю. Окей. Спасибо. А я видела, кто-то... Кто-то мне там писал. Сейчас поотвечаю. Так. Да, видела. Но это другая техника. Она сюда не подошла бы. Это не тот ресурс, который справится. Это когда мы сделаем... Когда мы делаем проход с травмирующим событием. И тогда через этот травм... Это вот Оксане Муратовой я отвечаю. Да. Это когда мы делаем проход через травмирующее событие. И то, на самом деле, не каждое травмирующее событие. Все определенные. А здесь никакой... Здесь нету одного травмирующего события. Да. Здесь оно... Ну, либо оно вытеснено, либо оно вообще в довербальном периоде. Я сейчас не до конца историю помню. И пройти это... Нет, это можно делать онлайн, на листей. Но просто не конкретно в этом случае. Плюс в этом случае... Такая была степень рационализации, что вероятность считывания телесного, эмоционального была очень невысокой. Поэтому нет. Так, не только нет, не знаю. А, не только нет, все, поняла. Пожалуйста, в каких... В таких работах портал может помочь? Или лучше его не использовать? Я не вела... Объясню. Я не вела в портал, опять же, из-за очень высокого уровня защиты. Очень высокий уровень защиты. И мы рисковали... Я рисковала увязнуть. То есть мы так достаточно, ну, да, как будто бы вязли. Но степень защиты зашкаливала настолько, что я предполагала, что идти в портал... Что мы в портал? Мы туда идем. Да, зачищаем и выныриваем. Здесь такой уровень напряжения был звенящий, что я выбирала идти... Я понимала, что вообще, что вы потеряете интерес, и, собственно говоря, больше половины потеряла. Это понятно. Но здесь мне было уже, простите, не до вашего интереса. Ну, в смысле, это не обесценивание вас, да? Просто когда я веду клиента между интересом аудитории и безопасностью клиента, я выберу второе. Поэтому здесь портал... Уровень напряжения слишком высокий был. Слишком высокий уровень рационализации. А портал все-таки предполагает определенный уровень чувствования и рассказывания про чувства. А если вы обратили внимание... Ну, те, кто там... Да, кто это мне сдал? Это что-то из моих. Да, Евгения. Если вы обратили внимание, мы все время колыхались. Все время колыхались на фабуле. Все время колыхались на метафоре, на фабуле, на рассказах, на... Ну, то есть, когнитивном уровне. Поэтому портал, ну, было бы сложнее. Так, спасибо. Очень ценно просто присутствием рядом. В каких случаях нельзя пересматривать свою работу или в каком случае можно пересмотреть? Я не самый большой сторонник. Если вот работа проделана и есть новый образ... Да, у нас сейчас новый образ мы не составили, потому что есть еще большой пласт, который нужно... Да, то есть, есть некий пазл, которого не хватает, который нужно себе организовать. В таких случаях морд. Да, и тут много было для понимания. Я давала очень много информации. Когда работа вот сделана, 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 еще, да, вот есть новый образ, сошлось, новый образ, новая энергия, новое состояние, не стоит начинать пересматривать свою работу и обнять в своей душе, воспроизводить предыдущий старый образ. Вот здесь я не рекомендую, и обычно, когда делаю, когда работу делаю самому клиенту, даже не важно, кто видел, сколько видели, сколько не видели, но самому клиенту, когда есть финальный образ, да, вот правильная картинка, сложная картинка, самому клиенту хотя бы дня три про работу лучше не рассказывать, не говорить. Не потому, что это секрет, а потому, что, когда вы образ помещаете внутрь себя, он находится в глубине и делает свою работу, а когда вы его все время проговариваете, вы как будто бы каждый, каждый рассказ, его разряжает этот образ, разряжает результат. Поэтому пересмотреть, если там много объяснений, а если полностью сделана работа, лучше нет. Так, спасибо. Отлично. Да, так, да-да-да, у меня практический вопрос, мы с этим тоже можно столкнуться, как нам проходить сейчас, вы столкнетесь ровно с тем уровнем, который вы можете пройти, ровно, вы столкнетесь ровно с тем, процессы открываются ровно на готовность, ну это мое глубокое убеждение о том, что процессы открываются ровно на готовность быть встреченными, да, поэтому как проходить бережно, с большим уважением к клиенту, его ресурсам, его возможностям, его, ну моя большая, мой большой посыл о том, что в работе безопасность клиента, лучше выдадить ему меньше клиенту, и он сможет это взять, и потом пойти дальше, чем я этому, вот этому, я, кстати, это моя точка роста, я сегодня себя хвалю, вот так вот, звездочка прекрасная, прости, Марго, потому что, ну прости, Марго, в смысле, что я сейчас при тебе все это рассказываю, потому что какая-то моя часть, всегда вот мне хотелось так, эй, так, чтобы, да, но это не всегда хорошо, это хорошо для собственного самоутверждения, но для людей не всегда абсолютно для клиента, поэтому как, бережно, голова разболелась почему-то, чего-то очень сильно хотелось, вернее, что-то голова не пропускает, какие-то, какой-то процесс голова блокирует, так, все, прекрасные, вы герои, вы герой, осталось немного, но я надеюсь, что тем, кто остались, вам это было полезно, Марго, я надеюсь, что ты попей сейчас водички, попей сейчас теплый чайчик, да, сделай тебе какую-то там приятную, пахнущую ванну, и как-то очень-очень-очень о себе позаботиться, покормить тебя чем-то вкусненьким, мороженкой, мороженкой, да, мороженкой, кормить себе мороженкой, вот, и как-то о себе очень-очень позаботиться, потому что, ну, достаточно такой очень непростой проход. Да, спасибо, благодарю очень сильно, благодарю. Все, прекрасно, я выключаю запись, я с вами прощаюсь, мы с вами встречаемся через неделю, в это же время, в тот же час, в этом же месте, в том же час, запись выключаю.